На следующей неделе в ДАУ купился начнут работать детские и юношеские летние лагеря, организованные молодежным отделом и управлением спорта. Проводиться они будут в соответствии с предписаниями, разработанными правительством и соблюдением строгих мер безопасности. Одно из основных правил – за 48 часов до начала лагеря участники должны сдать тест слюны, который сможет подтвердить отсутствие инфекции COVID-19. Тестирование образцов слюны будет проводиться бесплатно и организованно. На номер телефона и электронную почту, которые были указаны во время регистрации, будет прислан специальный код. С этим кодом в субботу, 12 июня, надо будет прийти в Центральный парк. Там, напротив Ледового дворца, уже установлен специальный робот. Введя код из смс-сообщения, вы получите емкость и все прочие приспособления, необходимые для забора образца слюны на тест. После того, как материал будет собран, сдайте коробочку в этот же автомат. Результаты придут на электронную почту, которую вы указывали во время регистрации. С результатами этого теста, если они будут отрицательные, можно идти в лагерь. Спортивные лагеря начнут работать 18 июня. Следовательно, тестирование таким же образом будет проходить 16 июня. Кроме отрицательного результата теста, необходимо будет подать также справку врача о состоянии здоровья ребенка, полученную не ранее 7 дней до начала лагеря. В ней должно быть подтверждение, что у ребенка не наблюдается признаков инфекционного заболевания, и он не контактировал с больными COVID-19, либо их контактными персонами. Также при себе надо будет иметь подписанный договор участника лагеря. Коды для подтверждения тестов будут рассылаться только перед началом лагерей. Повторное еженедельное тестирование будет проводиться на местах. Сдавать тест не нужно тем, кто может документально подтвердить, что уже переболел в течение последних 6 месяцев. Если же документального подтверждения инфицирования нет, тест надо сделать в обязательном порядке. Чтобы все своевременно получили коды и результаты, родители призывают проверить, актуальна ли до сих пор контактная информация, указанная при подаче заявки. Если нет, срочно нужно связаться с организаторами лагеря. Чтобы обеспечить соответствие установленным правительством предписанием об организации лагерей, возможны незначительные коррекции в программах. При этом все делается таким образом, чтобы отдых ребят был интересным и безопасным. Говоря о необходимости ношения масок, в молодежном отделе отмечают, что это требование будет обязательным до конца июня. Но, возможно, на июле-август будет пересмотрено в сторону смягчения. За актуальной информацией о проведении лагерей следите на домашней странице соуправления, молодежного отдела и управления спорта. Сюжет готовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубинской городской думы.